всем привет дорогие друзья в этом видео вы узнаете о нашей новой теме которую мы хотим рассмотреть на уровне четырех стихий тема очень более чем злободневная тема женского здоровья и конкретно тема миом миомы это образование доброкачественное разрастание миометрия и соединительной ткани в матке у женщины то есть это видео адресовано нам женщинам и создано только для женщин для того чтобы разобраться с тем во первых что это за орган матка на какие вибрации он реагирует на какие эмоции он реагирует с чем он связан по родовой системе и соответственно исходя из этого мы подбираем те средства и те технологии которые могут на это повлиять интересно то что по статистике половина из нас женщин столкнется с этой проблемой рано или поздно кто-то после 30 кто-то после 40 кто-то после 45 но половина женщин планеты так или иначе с этой проблемой сталкивается наиболее неприятно это когда миомы возникают во время периода фертильности то есть в детородный период когда женщина планирует может быть рождение детей и так далее то здесь возникает ряд вопросов мы с вами поговорим в этой серии видео о способах недопущения то есть во первых мы поговорим естественно разберем на всех четырех уровнях земля вода воздуха огонь о причинах возникновения миом это на сегодняшний день для медицины например это пока вопрос не ясный то есть все медицинские источники говорят о том что этиология непонятно неизвестно есть разные исследования которые говорят что это зависит от значит уровня эстрогенов другие исследования опровергают эту устоявшуюся идею да то есть которая доминировала достаточно длительное количество времени кто-то говорит что это набор негативных экологических факторов которые влияют на женщину но опять же они не объясняют почему у каких-то женщин одна и та же экология вызывает этим у других нет то есть очень много мутного и неясного в этом вопросе и мы с вами найдем настоящие ответы и настоящий пути к реальным действиям именно на уровне огонь потому что матка яичники в общем-то все органы репродуктивной системы напрямую связаны с мозгом то есть они управляются мозгом напрямую а минуя другие гормональные системы в том числе щитовидную железу у щитовидной железы с репродуктивной системы свои взаимоотношения свои балансы регуляции но матка конкретно яичники напрямую связаны с регуляцией из центральной нервной системы а центральная нервная система как вы понимаете да эта система которая напрямую связана с нашим мышлением с нашими эмоциями с нашими мыслями установками программами и так далее так далее соответственно репродуктивная система очень сильно зависит от этих вещей. Что касается самих миом, ну вот данное видео я посвящаю женщинам, которые хотят сохранить хорошее женское здоровье, самочувствие и в 50, и в 60, и мягко войти в менопаузу, и не иметь все это, вот всех этих негативных следствий неправильного мышления, о которых мы поговорим с вами на уровне огонь. Сами по себе, само по себе заболевание, миомы, мы не будем говорить об их разновидностях, они бывают разные, но в целом все миомы поражают так или иначе матку. Что такое матка? Матка — это орган, который связывает женщину с ее родом, то есть матка — это тот орган, который связывает напрямую женщину с ее матерью и с ее детьми, то есть это энергетический передаточный узел родовой системы, если можно так выразиться, то есть это средоточие родовой преемственности. И замечено было исследователями, что предрасположенность, формирование предрасположенности к миомам возникает в период внутриутробного развития девочки. То есть еще тогда, возможно, когда вы находились в утробе своей матери, у вас уже сложились предпосылки к тому, что в 30 лет вы узнаете о том, что у вас миома. Так вот, каким образом повлиять на этот процесс? Если мы будем говорить об уровне земля, если мы будем говорить о том, какие препараты нам попить, что на Эхербе заказать, что существует вообще на уровне земля на эту тему, здесь, безусловно, мы предложим вам целый список полезных продуктов, которые помогут, которые будут способствовать нормализации эстроген-прогестеронового баланса, которые помогут вам избежать перерождения миом, какие-то злокачественные процессы, что вполне вероятно, и у некоторых в каком-то проценте женщин этот риск повышается. Мы посмотрим с вами, какие продукты, препараты можно использовать для того, чтобы не допустить формирование миом при условии, что у вас есть предрасположенность. То есть у вашей мамы есть такая проблема, может быть, у вашей бабушки, может быть, у вашей бабушки по отцовской линии. Смотрите, здесь родовые связи, то есть мы должны очень хорошо посмотреть, а что у нас в роду, что у двоюродной сестры, что у каких-то близких родственников. Это все имеет значение. И, соответственно, если такие звоночки у нас есть, то нужно предпринимать профилактические меры, то есть нужно поддерживать свой женский организм. Но когда мы говорим о гинекологических каких-то проблемах, в том числе миомах, мы чуть позже поговорим с вами про эндометриоз, там будут немножко другие программы, лежащие в основе этой проблемы. Но когда мы говорим о миомах и о любых заболеваниях репродуктивной системы, здесь, безусловно, на первый план выходит уровень огонь. То есть здесь, поскольку мы говорили с вами, что головной мозг напрямую управляет репродуктивной системой, дает ей команды, регулирует этот баланс, мы должны с вами сделать акцент на состояние нашего мышления, на наши страхи, на наши ожидания, на наше психологическое состояние. И этому будет посвящен целый раздел на уровне огонь. Что касается самих миом, то, как правило, в 70% случаев они протекают бессимптомно. То есть если вы не мониторите свое тело, если вы не ходите на профилактические осмотры, то вы можете многие годы просто не знать о том, что у вас миомы существует и растет там потихонечку, или в каком-то таком стабильном состоянии пребывает. Поэтому рекомендуют женщинам каждый год делать скрининг органов малого таза, груди, для того, чтобы вовремя-вовремя среагировать на какие-то негативные изменения. В 30% случаях миомы очевидны, потому что они сопровождаются обильными кровотечениями во время месячных, либо кровотечениями в периоды между месячными, как это называется, аномальные кровотечения. То есть какие-то аномалии, которые существуют. Это могут быть боли во время полового контакта, это могут быть различные воспалительные заболевания, даже мочевого пузыря, потому что маточка, она лежит на мочевом пузыре, и при наличии миомы может избыточно давить на него, вызывая различные деформации и наличие, ну, развитие, предрасположенность к развитию воспалительных процессов. Еще симптомами являются боли в спине, частые мочи и спускания. Ну и вот раньше, когда еще не было УЗИ, миомы определяли просто прощупыванием живота, пальпации. То есть, ну, сейчас тоже этот метод практикуется, но скорее как вспомогательный, потому что у нас сейчас появилось ультразвуковое исследование, которое дает более информативные данные, и мы можем четко отделить миомы от поликистоза яичников или каких-то опухолей кишечника, или мочевого пузыря, или яичников, да, то есть мы можем четко уже посмотреть. Но раньше пальпации определяли, насколько маточка мягкая, есть ли там какие-то уплотнения и так далее. Ну, исходя из этого уже выстраивалась какая-то поддержка. Что можно сказать о развитии заболевания? То есть, если мы говорим о тех женщинах, у которых эта проблема уже есть, здесь можно сказать, что те рекомендации, которые вы увидите в наших подборках, да, которые сотканы из большого количества научной литературы, попытки понять и проанализировать вот этот весь объем существующей информации и дать природные средства для поддержания женского здоровья, которые могут поспособствовать. Мы сейчас не говорим о регрессии, о регрессии вообще никто не говорит, да, мы говорим о том, чтобы затормозить этот процесс, затормозить процесс роста, то есть торможение процесса роста миомы это огромное достижение на сегодняшний день, потому что, если мы говорим о регрессии, то есть о рассасывании уже имеющихся миом, да, то существуют, я проанализировала, те данные, которые есть, они очень-очень стабильные. То есть схем, которые бы давали устойчивую регрессию миом, не существует ни в медицине, ни в натуральной медицине. Не существует. То есть нет такой схемы, которая бы говорила о, применяем такой-то набор, делаем то-то, 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 и, значит, у нас будет регрессия миом. Таких технологий на сегодняшний день нет. Почему? Потому что никто, ни один из этих препаратов не залезет в мозг женщины и не поменяет там установки программы восприятия, эмоционального восприятия жизни и существующих в ее персональной жизни проблем на психологическом уровне. Об этом мы очень подробно поговорим с вами, покопаемся в женской душе и в женских мозгах и разберем очень много интимных факторов, которые всегда практически остаются за пределами официальных отчетов. Это никогда практически не попадает в отчеты. Что случилось у женщины, у которой спонтанно вдруг рассосалась миома? То есть мы фиксируем медицинский факт, то есть такие случаи есть, они единичные, спонтанные, непонятно от чего зависящие, то есть ученые не могут понять, почему по какой-то причине, в какой-то момент у каких-то женщин они берут и начинают рассасываться. Такие случаи есть, и это нас очень вдохновляет. Любую женщину такая информация вдохновляет, потому что мы понимаем такое, возможно. Но за счет чего? За счет того, что она какое-то лечение проходила? Как правило, нет. И такие спонтанные процессы происходят, даже если женщина вообще ничего не принимала. И возникает вопрос, а за счет чего? И вот эти вопросы мы с вами обсудим на уровне огонь. Никто не додумался проанализировать духовную жизнь женщины. И те события, которые происходили в ней, на эмоциональном уровне, и, возможно, не были замечены вообще никем, кроме нее. И вот эта тонкая взаимосвязь между нашей психикой и физическим телом очень ярко видна на примере миом. Ну, вернемся на землю бренную, вернемся к тому, что известно медицине на эту тему. Ну, первонаперво, конечно же, что такое миома вообще? Это разрастание гладкой мускулатуры матки, либо соединительной ткани матки, либо и того, и другого. Потому что бывают случаи, когда миомы бывают разные, но у одного человека. Классическим подходом, классическим взглядом на миому, на ее развитие является повышение уровня эстрогена. И это имеет место быть. Не в 100% случаев, но в подавляющем большинстве случаев действительно видна зависимость между высоким уровнем эстрогена в организме человека, в организме женщины, и развитием миом. Но здесь очень легко можно попутать причину со следствием. В чем является причина повышения эстрогена? Да? Почему эстроген повышается? Не потому, что он производится в большем количестве, а потому, что может снижаться продуцирование прогестерона, который регулирует уровень эстрогена в организме. И, соответственно, эстроген нужно оставить в покое и усилить прогестероновое гормональное звено для того, чтобы произошла балансировка. Такие подходы дают достаточно хорошие результаты, если мы говорим о стабилизации, то есть о прекращении роста миомы. Но, опять же, далеко не во всех случаях, потому что есть информация о том, что существует прогестерон, зависимые миомы. То есть, если мы будем повышать прогестерон, мы можем, наоборот, простимулировать этот процесс. Поэтому прогестерона, эстрогеновая взаимосвязь, она очень сложная. То есть, мы даже не можем сказать, что это антагонисты или синергисты. Это очень сложная система, которая зависит и от других гормонов. Тем не менее, если мы принимаем во внимание повышенный уровень эстрогена, вы получите на уровне земля эффективные рекомендации, которые позволяют уровень эстрогена в организме действительно снизить, потому что он может быть повышен не из-за повышенной продукции его, а из-за снижения его выведения из организма. Эстроген, который в нашем организме синтезируется, должен выводиться вовремя. То есть, он должен постоянно выводиться. Этим занимается печень. И если мы с вами на уровне земля покопаемся, то все пути нас приведут к печени и к системам детоксикации печени. Первая ступень, вторая, третья ступень детоксикации, которая занимается выведением не только токсических веществ, но и собственных гормонов, которые отработали свое и должны быть вовремя через кишечник выведены. Так вот, эта система, если на уровне печени существуют проблемы, то есть, если на этом уровне мы встречаем ослабление звена детоксикации, то уровень эстрогенов в нашем организме будет расти. И для того, чтобы снизить побочные эффекты от высокого уровня эстрогена, организм может запускать либо в груди, либо в матке разрастание тканей, которые адсорбируют на себе эстроген, лишний эстроген. Известен факт, что на поверхности клеток миом концентрация эстрогеновых рецепторов выше, чем на поверхности нормальных клеток гладкой мускулатуры матки. То есть, получается, что миома фактически является адсорбером лишнего эстрогена, берет на себя как бы вот эту вот функцию, которую должна выполнять печень. Она должна его выводить, но если он не выводится, он должен где-то закрепляться для того, чтобы не простимулировать, возможно, более трагичные какие-то последствия. Поэтому, безусловно, на уровне земля печень будет нашим органом-фокусом. То есть, мы должны будем сконцентрироваться на системе токсикации и их выравнивания, для того, чтобы эстрогены выводились. И такие инструменты, безусловно, есть. Этот перечень вы получите. Это одна сторона, то есть, помочь организму выводить лишний эстроген. Другая сторона, безусловно, это балансировка прогестерон-эстрогенового баланса. Здесь уже в ход идут у нас различные растения природные. Третий подход – это имитация эстрогена в организме, для того, чтобы эстрогеновые рецепторы блокировались какими-то фитоэстрогенами, имитирующими, то есть, похожими по формуле на наши эстрогены, но как бы блокирующими эстрогеновые рецепторы. И это тоже очень интересный подход, который показывает достаточно высокую эффективность вообще при работе с любыми гормонозависимыми процессами в организме женщины, но в том числе и миомами. Безусловно, существует также связь между наличием миомы женщины и ее способности к зачатию и вынашиванию ребенка, к родам нормальным. То есть, этот вопрос крайне важный. И если вы вспомните статистику, о которой я говорила в самом начале, приблизительно половина женщин нашей планеты так или иначе сталкивается с этой проблемой в том или ином возрасте. Кто-то раньше, кто-то позже, но это может коснуться и каждого из нас, это может коснуться кого-то из нашего ближнего окружения, поэтому проблема более чем актуальная. Ну, примерно от 2 до 10% женщин в детородный период не могут выносить ребенка по причине наличия у них миом. Казалось бы, процент небольшой, но на самом деле он больше, если учитывать невозможность зачатия, то есть при наличии миом. Вот, поэтому, тем не менее, миомы не являются прямой причиной невынашивания. Очень многие женщины, то есть очень много женщин, у которых есть миомы, прекрасно и зачинают, и вынашивают, и рожают детей. И, допустим, грудное вскармливание – это один из известных, естественных способов регрессии миом. То есть замечено, что женщины, которые вскармливают детей грудью, могут вообще распрощаться с миомами, в отличие от тех, кто грудью не кормит. Ребенок на искусственном вскармливании у таких женщин миомы могут либо остаться, либо продолжать расти после родов. Поэтому здесь какие-то подсказки идут. Но самое интересное все-таки в нашем курсе по миомам будет на уровне огонь. Мы там очень откровенно с вами поговорим на тему измен, страха зачатия, страха незачатия. Это те программы, которые на уровне психики осознанно или подсознательно являются провоцирующими факторами деформирования миом. Там будет самое интересное. Но интересно будет также в рамках нашего рассмотрения вот этой темы, непростой, на уровне четырех стихий, очень интересные рекомендации на уровне воздуха, потому что эфирные масла, которые из всех средств, на всех уровнях, ближе всего связаны с психоэмоциональным состоянием. То есть вибрации эфирных масел, они очень близко находятся к вибрациям наших чувств, эмоций, потаённых каких-то желаний, нереализованных и блоков, комплексов, страхов и так далее. Эфирные масла, опять же, будут триггером к тому, чтобы высвободить эти эмоции, находятся они в подсознании или осознаются нами. То есть эфирные масла мы будем использовать как обостряющие, выявляющие инструменты, позволяющие нам точнее увидеть существующую картину. Ну и, естественно, эфирные масла на уровне воздуха мы будем использовать для работы с физическим телом, потому что такие схемы есть, они очень интересные, вы их нигде не найдёте в открытом доступе, их просто нет. Поэтому я вас от всей души приглашаю на наш курс, потому что там будет очень много интимного, очень много интересного, откровенного и действенного, если мы говорим о том, чтобы затормозить этот процесс. Ну и, естественно, всем женщинам в период фертильности, в предминопаузальный период, в постминопаузальный период эта информация будет крайне полезна, потому что все рекомендации, которые даются по миомам, можно переложить на здоровый организм и применять для того, чтобы климактерический период прошёл очень мягко, для того, чтобы не спровоцировались в какой-то момент процессы онкогенеза в организме женщины. То есть вовремя, мои хорошие, вовремя надо все эти процессы узнать, выявить и работать с ними, потому что работать с последствиями, как вы понимаете, всегда сложнее, дороже, труднее, страшнее и так далее. Поэтому приглашаю вас на наш очень интересный курс женского здоровья, который будет полезен не только тем, у кого в роду миомы или существуют миомы, очень полезен он будет для тех, у кого уже была операция по удалению миом, потому что, как вы понимаете прекрасно, операция — это вообще не решение проблемы. Операция не удалит вам эмоции, она не удалит предпосылки, которые привели когда-то к формированию миомы, она не изменит ваших отношений с матерью, она ничего не поменяет, она временно даст какой-то коридор мнимого спокойствия, который очень легко пошатнётся через какое-то время, когда новые миомы начнут расти или когда начнутся какие-то гормональные изменения, не дай бог. Поэтому присоединяйтесь к нашему курсу, он будет полезен абсолютно для всех женщин. По ходу этого курса рассмотрения проблемы миомы будем говорить в целом о психологии женского организма и о той хрустальной тонкости, которой мы являемся. То есть мы подойдём к самой сердцевине женского существа для того, чтобы понять, где наши самые слабые тонкие ниточки, за которые, дёрнув, мы можем упасть в какую-то пропасть. Поэтому, дорогие мои женщины, я вас очень сильно люблю, я очень сильно люблю себя, и я хочу, чтобы наша женская природа цвела во всей красе, и чтобы у неё не было вот этих побочных, негативных, зажатых эмоций, которые мы видим на уровне физического тела в виде миом, кист, всяких разрастаний, опухолей и так далее. Поэтому присоединяйтесь к нам, вместе пройдём этот путь, вы зададите любые вопросы, мы их рассмотрим, что-то уточним. Присоединяйтесь к нашему курсу «Добро пожаловать» на рассмотрение проблемы миом на уровне четырёх стихий. С вами была Ирина Миргородская. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok